Тираспольский хлебокомбинат снова делает муссовые торты. Ягодные, фруктовые, шоколадные летние десерты готовы посоперничать с мороженым. На производстве побывала Анна Кучеренко. Это уже готовые к продаже обновленные муссовые торты. Фиолетовые, оранжевые и розовые. А вот как выглядят они же, только не накрашенные. Что мы сейчас делаем? Сейчас мы заливаем муссовые десерты. Для того, чтобы муссовый десерт лег красиво, гладко, для этого он у нас должен быть полностью замороженный до минус 25 градусов. После этого мы только можем покрывать зеркальной глазурью. То есть они сейчас вот прям заморожены? Заморожены, как лед. Вот прям как лед? Прям как лед. Интересно, что кондитерский мусс раньше называли шоколадным майонезом. И придумал его не кондитер или повар, а французский художник Анри Тулус Латрек. Потому что считал создание новых блюд таким же искусством, как и живопись. Здесь в камере шокового охлаждения заготовки муссовых десертов хранятся от 12 до 14 часов. Это нужно для полной заморозки. Это форма специальная, да. Где у нас? Вот как раз это вот этот муссовый торт, который мы сейчас только что заливали, да? Да, да. Потрогайте, какой он. Вы спрашивали, как лед или нет? Да, как лед, действительно, как лед. Цвета глазури говорящие. Фиолетовый торт с клюквой и смородиной, оранжевый с персиками манго. Розовый сделан в два слоя – шоколад и зеленый чай. Тот, что самый загорелый – шоколадный. Казалось бы, только были на производстве и смотрели, как муссовые торты украшают. Но нам сказали, что они появились в продаже в магазине. Давайте пойдем и посмотрим. Муссовые десерты хлебокомбинат готовит именно летом. В жару на такие легкие торты спрос больше. И еще мы хотели бы напомнить нашим покупателям о всем полюбившейся булочке «Царская». По многочисленным просьбам мы ее возобновили. Купить торты из Добу можно во всех супермаркетах и фирменных магазинах Тираспольского хлебокомбината. Анна Кучеренко, Андрей Овчинников, ТСВ.